Здравствуйте! Как сделать список с изменяемым источником? То есть если к источнику добавляются или наоборот удаляются данные, как заставить Excel автоматически подстраиваться под новый диапазон? Как делать списки зависимые? С помощью двух функций мы посмотрим, функции если и функции dvsl. И как создавать выпадающие списки с помощью элементов управления с последующей целью, чтобы их привязать к каким-то электронным формам и уже с помощью программирования, с помощью ВБА собирать данные и в дальнейшем их анализировать. Так, ну что, приступаем к самому вебинару. Давайте для начала выясним, для чего, собственно, нужны выпадающие списки и затем как уже их создавать. Давайте представим, что мы изо дня в день, из года в год в нашу корпоративную таблицу вводим данные о продажах, о показах, о клиентах. Не важно, о какой информации идет речь. И рано или поздно нам придется эти данные проанализировать. Спустя месяц, спустя полугодие или год нужно будет подвести итоги, построить уже сводную таблицу, сформировать годовой отчет. Чтобы на все эти действия не убить огромное количество времени, необходимо манифицировать ввод данных. То есть вводить данные в едином стиле, в одном и том же формате. То есть если мы продаем товар яблоки, то во все таблицы вводить именно яблоки. Различные произвольные формы написания, что-то типа яблоки или яблоко, или зеленые яблоки, красные яблоки, просто недопустимые. Excel нас в дальнейшем не поймет и не сможет свести эти данные, скажем, консолидировать их, или не сможет корректно сортировать, учитровать, думая, что все эти вариации написания яблок – это все разные товары. Так вот, чтобы в едином стиле вводить данные, как раз нужны выпадающие списки. Они заставят нас и остальных пользователей вводить информацию в едином стиле. Есть у меня небольшой перечень товаров. Предположим, изо дня в день я одни и те же эти товары ввожу в таблицу. Чтобы сократить время на ввод данных, можно воспользоваться уже встроенными выпадающими списками в Excel, доступными через правую кнопку мыши. В первой пустой ячейке под введенными данными я ставлю курсор, и кликнув по ячейке правой, могу воспользоваться командой «Выбрать из раскрывающегося списка». И далее формируется список всех значений, введенных выше. Это так называемый уникальный список. Уникальный, то есть состоящий из неповторяющихся значений. Скажем, выбираю я те же яблоки, и вот второй раз этот товар записан. В следующей пустой ячейке также ставлю курсор. Аналог этому действию – сочетание клавиш «Альт», «Стрелочка», «Вниз». «Альт», «Стрелочка», «Вниз», открывается такой же уникальный список. Обратите внимание на то, сколько раз представлены яблоки у меня в этом списке. И единожды. То есть это действительно уникальный список, повторов здесь нет. Выберу теперь, скажем, «Киви». Ну и таким вот образом можно дальше ввести заполнение. Есть ряд минусов. Очевидно, что в таком выпадающем списке не будет товара, который мы еще ни разу не писали. То есть если мне, скажем, понадобится картофель, картофеля, как видите, нет в перечне, то придется уже полностью руками напечатать. Да, ну, как говорится, не беда, ничего сложного. Вводить данные нужно друг за другом по порядку, как говорится, вплотную, без пропусков. Если мы оставим хотя бы одну пустую ячейку, то Excel не поймет, откуда брать данные для отображения к выпадающему меню, и менюшка будет просто пустой. Поэтому требуется именно ввод в подряд идущие ячейки. Ну, собственно, Excel не особо любит пустые строки, пустые столбцы в таблицах, считает их разделителями. Поэтому в данном случае ячейка нам пустая все испортит. Это один вариант. Другой вариант. Можно создать элемент в ячейке, выпадающий в список, и уже через него предлагать пользователям выводить данные. Данное действие реализуется через закладку «Данные» командой «Проверка данных». Ну, давайте я поставлю на любые ячейки курсор, зайду в «Проверку данных», и далее в диалоге уточню, какой тип данных меня интересует. Меня интересует тип список. Это как раз и есть выпадающий список. Далее источник. В качестве источника мы должны указать ячейки, на базе которых формируем выпадающий список. Это вот как раз наш перечень товаров. Обратите внимание, я выделяю ячейки с А1 по А13. Я не беру ячейки «Яблоки» и «Киви», которые уже успел внести в нашу таблицу, так как они задвоенные, они нам ни к чему. Значит, далее «Окей». И в ячейке появляется стрелочка, нажав на которую, мы вызываем выпадающий список. В нем представлены те самые элементы, на базе которых мы список формируем. То есть я могу выбрать товар, и он зафиксируется в ячейке. Какое, собственно, преимущество этого выпадающего списка над тем, что мы видели в прошлом примере? В том, что кроме этих товаров, кроме этих товаров, больше ничего в ячейку ввести будет невозможно. То есть если я попытаюсь что-нибудь написать, скажем, числовое значение, то на это получу сообщение об ошибке. Excel заругается. Какое-нибудь текстовое значение, то же самое. Также возникает ошибка. То есть если у нас есть определенный набор товаров, и ничего пока в нашем ассортименте не появилось нового, то все попытки ввода, вот так, грубо говоря, левой информации будут пресекаться программой на уже стадии ввода этой информации. Нишнее я уберу. Такой выпадающий список можно спокойно скопировать стандартным сочетанием Ctrl-C, Ctrl-V, либо правое копировать, правое вставить. Копирую, и также все у меня в другой ячейке отображается. Так, это создание стандартного выпадающего списка с помощью импорта данных из внешней ячейки. Есть еще один вариант. Можно также, став на ячейку, открыть проверку данных, выбрать тип список и с источником сделать следующее. Предположим, мы не сформировали заранее перечень товаров. Ну, либо не захотелось нам это сделать, либо еще какие-то причины повлияли. Можно непосредственно в источник ввести перечень для будущего выпадающего списка. Ввести эти значения нужно, ну, соответственно, руками, с помощью клавиатуры, через точку запятой. То есть если у нас стандартные настройки в Excel и в операционной системе русская локализация выбрана, то используется разделитель точка запятой. Ну, давайте я что-нибудь напечатаю. Например, вот перечислю утро, день, вечер, ночь. Обратите внимание, пишу я элементы через точку запятой, а после точки запятой пробел не устанавливаю. В противном случае Excel будет думать, что не день и не вечер, и не ночь, а пробел день, пробел вечер, пробел ночь. Естественно, это разные значения, день и пробел день. Excel будет думать, что это разные варианты написания. Так, окей. Смотрим. Да, действительно, списочек у нас появился. Все работает. Вот таким образом создаются стандартные выпадающие списки в Excel. Часто возникает ситуация, у пользователей, которые начинают работать с выпадающими списками, следующего рода. Создается выпадающий список в одной ячейке, а потом, не выбрав никаких значений, теряют эти ячейки, просто забывают, где, какой именно конкретной ячейке был создан выпадающий список. Вот вы, кстати, запомнили, а где у меня были выпадающие списки? Может быть, да, может быть, нет. Как же отыскать? Неужели придется методом пропо-ошибок кликать по каждой ячейке и выискивать их? В пределах листа порядка 17 миллиардов ячейок. Как говорится, все не прощелкаешь, все не найдешь. Ну, есть такой способ. Можно находиться в любой ячейке листа, нажать функциональную клавишу F5 на клавиатуре и откроется диалог в окно «Переход». Нас интересует вот эта команда «Выделить». Что выделить? Дальше уточняем. Выделить ячейки с проверкой данных. Помните, через проверку данных мы создаем выпадающий список. Выделить ячейки с проверкой данных. Окей. И почему-то Excel не отмечает ячейки D1, G1, I1. Кстати, я, как на всякий случай, цветом обозначу, чтобы больше впредь не терять. А выделяется потому, что именно в этих ячейках были выпадающие списки. Вот они. Да, три ячейки Excel нашел. Так что, если возникает такая сложность, всегда эти ячейки можно отыскать. Итак, первый пункт мы с вами разобрали. Стандартные списки сделали. Как сформировать список с изменяемым источником? Имеется в виду следующее. Сегодня у нас в ассортименте 13 товаров, завтра их будет 15, послезавтра 120. Мы вот в эту базу будем добавлять и добавлять новые данные. Будут ли они в выпадающем списке? Давайте посмотрим. Ячейки D1 я делал выпадающий список на основе ячейок A1, A13. Вот Excel мне показывает данный диапазон. Отлично. Окей. Что-нибудь я из списка выберу. Предположим, у нас появился новый товар. Скажем, огурцы недавно привезли в магазин и я к перечню дописываю новый продукт огурец. В источнике товар появился. Смотрю в выпадающем списке огурцов нет. Вроде бы товар поступил на склад, а в выпадающем списке отсутствует. Все верно. Excel отслеживает один и тот же диапазон ячеек и на новые появившиеся товары никакого интереса не проявляет. А вот оталлый вопрос, можно ли задать фоновый цвет таким ячейкам. Но, собственно, в выделении ячейки цветом это и есть фон. Я же в ячейке фон меняю. Через какие-то стандартные настройки, что-то типа ячейка с выпадающей списком, покрасив ее цветом, нет такого варианта. То есть самостоятельно нужно закрасить уже. Так вот, что же мне делать с огурцами? Как их все-таки заставить Excel отобразить в выпадающем меню? Пока я огурец уберу из ячейки. И исходный диапазон я конвертирую в авторасширяемую таблицу, в динамическую таблицу или в умную таблицу. Это все слова-синонимы, речь идет об одной и той же команде. Команда находится на закладке вставка и называется таблица. вставка таблица. Разработчики вообще люди очень скромные и не стали описать много слов. Динамическая таблица, авторасширяемая, умная, просто, коротко и лаконично таблица. Ну вот именно о свойствах динамики здесь пойдет речь. Обратите внимание, что курсор находится на любой ячейке исходного диапазона. Выделять все не обязательно. Выбираю команду таблица, далее исходный диапазон Excel находит, самостоятельно его выделяет, спрашивает таблица с заголовками. Нет, у меня не было никакого заголовка, я никак не проименовал данный столбец, флажок устанавливать не буду. Окей. Сам Excel нумерует столбец, столбец номер один, то есть его именует. И смысл данного действия заключается вот в чем. Когда я буду добавлять новые товары в продолжение таблицы, вот теперь, только теперь я дописываю поступивший на слад огурцы, у меня таблица автоматически расширяет свои границы. Если я сейчас в ячейке D1 раскрою выпадающий список, то в этом выпадающем списке я нахожу огурцы. То есть, получается, на основе динамической авторасширяемой таблицы мы можем построить пополняемый выпадающий список. Если вдруг какой-то товар у нас исчезает из ассортимента, то мы его из первого источника удаляем. Желательно удаление делать не команды Delete, иначе смотрите, какой нюанс нас будет поджидать. Пустая ячейка, пустое значение в выпадающем меню. Не есть хорошо. Лучше всего удалить всю строчку целиком. Правая кнопка удалить. Убрал я некий продукт из перечня. Теперь никаких пустот у нас не наблюдается. Вот таким образом можно сделать пополняемый выпадающий список. то сразу возникает вопрос возможно ли создание выпадающего списка на основе данных другого листа. Я не хочу, чтобы у меня все хранилось в пределах одного листа. На отдельном листе перечень данных, на другом листе выпадающие списки. Да, это возможно. Вот скажем, у меня есть другая заготовочка, здесь фамилии, фамилии сотрудников, клиентов, неважно. если я находясь на первом листе, удалим, не понадобится, если я находясь на первом листе, через закладку данные, проверка данных, буду выбирать команду список, то в качестве источника я могу указать ячейки текущего листа, в чем мы уже с вами убедились, так и ячейки другого листа этой книги. Сейчас я просто перехожу на другой лист фамилии, выделяю ячейки с 1 по 6. Обратите внимание, Excel запоминает название листа, пишет каким образом фамилия, восклицательный знак, адреса ячеек, то есть общий принцип получается такое имя листа, разделитель, восклицательный знак и диапазон ячеек, окей, то все у нас прекрасно работает, вот он выпадающий список с фамилиями, если мы лист переименуем, всегда в процессе работы возможны какие-то изменения в таблицах, если мы листик переименуем, переименовать, был лист под названием фамилии, стал лист под названием сотрудники, будет ли работать выпадающий список, конечно будет, да, так что фамилии можно выбирать, а если зайти в проверку данных, то мы сейчас увидим, что имя листа у нас изменилось, сотрудники все те же ячейки с А1 КВА6, так что Excel это все автоматически отслеживает в режиме онлайн, и нам об этом думать даже не придется, кстати, а есть какой-нибудь плюс в том, что мы данные для выпадающего списка хранить в пределах другого листа, или это так просто ради себя, для удобства, нет, плюсы, конечно, есть, во-первых, этот лист вы можете скрыть, может быть, там информация, которая доступна только для вас, и только вы имеете право вносить в перечень новые фамилии сотрудников, никто там своего друга дописать не имеет права, достаточно по ярлыку листа щелкнуть правый и команда скрыть, листик у нас исчезает, да, но в то же время можно по ярлыку любого другого листа кликнуть также правой мышью и команда показать, и без проблем Excel отобразит скрытерист, то есть может попадет какой-нибудь особо умный пользователь, скажет, так, 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 сейчас я тут покопаюсь в файле и выясню, есть ли скрытые листы, да, есть, что-то от меня спрятали, ну, значит, сейчас все испорчу, назло специально, чтобы неповадно было прятать. Данную команду показать можно сделать неактивной, недоступной, если дальше после скрытия поставить защиту. на закладке рецензирования есть команда «Защитить книгу». Под защитой книги подразумевается именно запрет работы с ярлыками листов, то есть нельзя листы добавлять в книгу, нельзя удалять, нельзя переименовывать, скрывать, показывать скрытые. Вот, сделаю защиту книги. Предлагается защитить структуру книги, да, книга из чего состоит, из листов, то есть вот уже подтверждение моих слов. Пароль, пароль напишу, какой не скажу, все-таки это пароль. Так, защиту поставил. Теперь пробую по ярлыку листа кликнуть правое мышье, команда показать неактивно, да, как слышите, щелкаю-щелкаю, а команда не выполняется, ну, даже визуально видно, что она недоступна. А интересно, список будет работать? Ну, а куда же надеваться? Да, фамилии, пожалуйста, можно выбирать, все у нас прекрасно работает. Так что можете данные для списков отнести на другой лист, скрыть их, запаролить, и никто не вмешается в нашу работу, никто ничего не испортит. Сейчас я все верну обратно. Сначала я снимаю защиту с книги, введя пароль, известный только мне, и по ярлыку любого листа можно по любому листику кликнуть правый, команда показать, и выбираю, какой лист надо отобразить, лист сотрудники. Ну, вот, теперь я доступ к источнику получил. Ну что, итак, мы с вами выяснили, как создавать списки с изменяемым источником с помощью динамических таблиц. Теперь поговорим о зависимых выпадающих списках. Сделать их можно с помощью функций, функции если и функции dvsu. Начнем мы с если. Вот перед нами стоит такая задача. Заполняется некая база данных, и каждый сотрудник вносит информацию лично о себе. Указывает какого пола и какое у него семейное положение. Ну, что касается мужчин, мужчина может быть либо женат, либо холост. Что касается женщин, женщина может быть либо замужем, либо незамужем. Вот эти четыре варианта допустимы к обводу. Никаких вариантов более, типа в браке, в активном поиске, там все сложно, недопустимо. То есть это все для социальных сетей, но у нас строгое написание, помните, нам нужна унификация по вводимым данным, чтобы в конце года мы могли все эти данные быстро и просто обработать, что никакой отсебятины быть не должно. Решением такой задачи поможет мне функция «если». Как эта функция работает? Мы ставим некое условие, если условие выполняется, то решение задачи идет по одному пути, если условие не выполняется, то по-другому. То есть нам нужно задать два варианта решения задачи, и один из вариантов будет применяться, исходя из того, что выполняется условие, либо не выполняется. Вот если вдруг кто не знаком с функцией «если», то на закладке формулы библиотеки логические эта функция находится. Ее диалоговое окно, вот аргументы. Пишем условие, дальше «делай так» или «делай так». Вот эти два варианта развития событий. Я на всякий случай сделаю скриншот этого диалога, потому что сейчас мы будем писать функцию «если». Вот этих подсказочек по аргументам у нас с вами не будет. Так, выделю я все ячейки, столбца «Б». Для этих ячейок я делаю зависимый выпадающий список. Захожу в уже знакомую нам команду «данные», «проверка данных» и в типе данных выбираю список. В источник я должен вписать функцию «если», то есть не выделить ячейки с готовыми значениями, а именно через функцию подставить эти значения. В источнике печатаю «равно», «если», открываю с помощью. Первый аргумент называется «лог выражения». В этом аргументе мы ставим условие. Что если в ячейке А2, беру ячейку А2, мужской пол? Как проверить, мужской пол там да или нет? Надо взять ячейку А2 и приравнять ко слову мужской. Обратите внимание, у меня ячейка А2 с долларами. Это абсолютная ссылка, означающая то, что всегда Excel будет смотреть на ячейку А2 и только содержимое этой ячейки будет участвовать в проверке. Мне нужно ячейку А2, потом А3, А4 и последующие ячейки этого столбца подвергнуть проверке. Поэтому эти доллары я убираю, нажимаю F4. Ячейка А2 равно мужской. Просто взять и напечатать мужской нельзя. В Excel есть правило, что все тексты, вводимые в функции, пишутся в кавычках. Поэтому в двойных кавычках пишу мужской. Далее точка запятой. Это означает переход ко второму аргументу, к аргументу значения «Если истинно, Что будет, если пол мужской? Будет выпадающий список на основе вот этих значений «женат», «холост». Вот сейчас я дал команду на создание выпадающего списка. На основе этих ячеек формируется первый список. Точка запятой. Третий аргумент значений «Если ложь». Что будет, если пол не мужской? А какой может быть еще тогда пол? Женский. Если будет женский пол, то выпадающий список будет из вариантов «замужем», «не замужем». Выделяю эти две ячейки. На основе них формируется выпадающий список. Закрываю скобочку. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Будет это работать. Окей. Смотрим. Мужской пол в семейном положении предлагается либо женат, либо холост. женский пол в семейном приложении предлагается либо замужем, либо не замужем. Да. То есть Excel проверяет взаимосвязь пола с условием и в дальнейшем формирует выпадающий список. А как и формат столбца в G, здесь обычный формат. Общий формат. Давайте откроем формат ячеек. Формат общий. Здесь ничего особенного. Просто текст. Кстати, есть одна интересная особенность. Когда мы создаем выпадающий список и в качестве источника используем ячейки, обратите внимание, надо указывать подряд идущие ячейки. Вот. Если бы, например, женат у меня было бы написано в этой ячейке, а холост в какой-то другой ячейке, ну, скажем, вот здесь, не рядом стоящий, то на основе несмежных ячеек нельзя создать выпадающий список. То есть Excel у нас заругается, ну, собственно, скажет, что нельзя этого делать, ай-яй-яй, как вы посмотрите. Так что не просто так я записал эти значения в подряд идущих ячейок, но, собственно, и в предыдущих примерах у меня это тоже наблюдалось. Ну что, вроде все работает, да, получилось у нас замечательно. Но мы же с вами разработчики, да, мы подготавливаем выпадающие списки для себя, для своих коллег, чтобы они впоследствии им пользовались, то есть мы разрабатываем систему, которая будет использоваться для заполнения ячеек. Ну, давайте тестировать. Только в процессе тестирования можно выявить какие-то огрехи, какие-то недочеты. Ну, кто-то написал мужской пол, кто-то женский пол, а кто-то, не знаю, постеснялся или решил скрыть какую-то секретную информацию о себе и пол не указал. Может быть, так понял. Может, мы не обяжем человека обязательно что-либо вносить в ячейку. Не ответил на вопрос, оставил пустой. Что будет предлагаться семейным положением? Замужем, не замужем? То есть пола нет, а семейное положение предлагается, причем именно для варианта женский. Такую ситуацию можно устранить, если в проверке данных использовать две функции если, соответственно, под три возможных пола. Скажут, откуда же третий пол? Так вот она ситуация, третий пол, никакой не выбранный. То есть мужской пол, женский пол, выбранный пол. если полов три, то через две функции если, можно решить данную задачу. Две подряд ячейки формули? Да, это ссылка на список. Давайте еще раз я открою. Две ячейки подряд идущие. Это ссылка на ячейки женат, холост или замужем, не замужем. Это ссылка на ячейки для создания выкладывающего списка. Ну что, попробую сейчас задачку переделать. Опять выделяю ячейки столбца B, открываю проверку данных. В источнике написано функция если. Чуть-чуть ее подкорректирую. Смотрите, что я делаю. Скобочку в конце удаляю и удаляю третий аргумент, который называется значение если ложь. Удалил. То есть у меня осталось только два аргумента лог выражения и если истина. После точки запятой я в аргумент если ложь вписываю еще вторую функцию если. Именно через аргумент ложь делается вложение одной функции в другую. Крываю скобочку и пишу вторую возможную ситуацию. А что если в ячейке A2 опять же ячейка у меня без долларов снимаю их женский пол. Беру ячейку A2 и приравниваю ко слову женский. Опять же женский пишу в кавычках мы уже помним почему потому что это текст. Если пол женский тогда точка запятой будет выпадающий список из вариантов замужем не замужем. Выделяю эти ячейки ссылка на ячейки формирует список. А вот дальше я делаю вот что точку запятой ставлю перехожу к аргументу третьему если ложь и говорю фразу если пол не мужской и не женский а какой никакой не выбранный пустой пол пустое значение то будет пустой выпадающий список. А как сделать пустой список? Сослаться на пустую ячейку. Любая пустая ячейка. Пустой выпадающий список. Дальше закрываю две скобки почему две потому что дважды я применял функцию если да у меня две функции если записной формы. Ну что окей посмотрим с учетом этой переделки как будет работать список. Значит мужской пол все так же женат холост без изменений женский пол самжем не замужем работает вот интересно что будет насчет пустого пола а будет пустой выпадающий список. Получается мы все таки заставим пользователя ответить на вопрос а пока он не ответит он не сможет пройти дальше по нашей таблице и не сможет сделать дальнейшее заполнение ячеек. Но если у нас все взаимосвязано то строго слева направо двигаемся по таблице. Так что вот в процессе разработки обязательно надо тестировать получившийся результат и выявлять вот такие недочеты потом их устранить. Ну что сделали мы с помощью функции если зависимый выпадающий список естественно сразу возникает вопрос сколько таких зависимостей можно сформировать сколько функций если можно в одной формуле прописать физическое ограничение самой программы Excel это 64 вложения в пределах одной формулы то есть представьте можно 64 если написать вот я только две написал на это потратил минут 10 а тут 64 это сколько же часов надо делать но это будет настолько длинная формула что мы наверное же на десятый если собьемся допустим ошибку тем да это начиная с 2007 версии Excel раньше в старых версиях если говорить о трешке о нулевке было всего 7 вложений соответственно 7 если можно было написать да совершенно верно продвинутый пользователь я смотрю да сейчас в современной версии 7 уже достаточно редко встречается 10 версии 13 16 Excel уже как полгода существует на рынке так что про эти версии мы ведем речь ну понятно что 10 20 если написать в одной формуле это умо непостижимо надо искать какие-то другие альтернативные пути решения и они существуют это использование функции dvsl посмотрим как с помощью функции dvsl можно создать зависимый выпадающий список сама сама функция dvsl очень интересна во-первых dvsl как расшифровать так скажем неофициальная расшифровка dvsl это двойная ссылка если говорить об английской версии Excel то там эта функция называется indirect indirect что дословно можно перевести как непрямой то есть indirect непрямая ссылка ну да что-то в этом есть непрямая двойная ссылка если пользоваться help который встроен в Excel закладочку формулы откроем в библиотеке ссылки и массивы находится функция dvsl вот если пользоваться help подсказкой по поводу dvsl Excel нам сообщает что эта функция возвращает ссылку заданную текстовой строкой ну как-то еще хуже стало непонятно со всем о чем идет речь немножко по-другому я прочитаю это определение функции функция dvsl возвращает содержимое диапазона ссылка на который задана текстовой строкой представьте такую ситуацию у нас есть текст это может быть все что угодно это может быть слово словосочетание это может быть набор букв и цифр есть текст из этого текста функция dvsl формирует ссылку на одноименный диапазон то есть в Excel можно ячейки именовать и вот будет сформирована ссылка на одноименный диапазон далее из этого диапазона функция dvsl вернет нам содержимое то есть то что хранится в ячейках содержимое да вот и получается определение что функция dvsl возвращает содержимое диапазона ссылка на который задается текстовой строкой вот о чем идет собственно речь сейчас мы посмотрим из примера вот у нас есть таблица с перечнем марок и модели автомобилей я хочу в ячейке B1 создать выпадающий список с перечнем марок соответственно это Audi Cadillac Ford Infiniti Jaguar Land Rover и так далее при выборе определенной марки ну скажем Ford в ячейке B2 должен быть перечень моделей этой марки Focus Mondeo Puga и так далее при выборе другой марки ну скажем Nissan у нас в ячейке B2 перечень моделей Almera Murano Qashqai и так далее ну что начну с ячейки B1 захожу в закладку данные проверка данных и в типе данных выбираю список в качестве источника я задействую ячейки с названиями марк автомобилей это ячейки с A9 по I9 то есть выделяю шапку в таблице это мы уже знаем да создание списка на основе импорта данных из внешних ячейок окей смотрим да работает выпадающий список появился можно марку выбирать ну давайте останавливаемся на марке Ford а что у нас есть из логической цепочки согласно которой работает функция dvsl у нас есть текст это марка выбрана в ячейке B1 то есть точка старта имеется у нас есть содержимое которое должно быть во втором выпадающем списке это перечень моделей марки Ford вот они ячейки вот эти данные должны быть во втором списке чего у нас нет у нас нет связующего звена у нас нет ссылки то есть по-другому у нас нет имени диапазона нам не на что ссылаться у нас нет диапазона под именем Ford нам нужно каким-то образом ячейки этой таблицы проименовать и желательно сделать так чтобы имя диапазона совпадало с заголовком столбца то есть вот этот столбец назывался Ford вот этот столбец назывался Land Rover и так далее как присвоить имена вариантов несколько можно выделить ячейки и в правой кнопке мыши команда присвоить имя эта же команда дублируется на закладке формулы формулы присвоить имя ну есть много других вариантов не буду перечислять далее нужно будет написать имя в нашем случае Ford и согласиться команду ok то же самое придется проделать с каждым диапазоном вот сколько у нас их тут раз два три четыре много долго придется именовать особенно когда диапазонов десятки сотни хотя не зря наверное рабочий день восьмичасовой так что было чем себя занять на работе как раз время имеется есть возможность сразу оптом проименовать все столбцы если воспользоваться командой на закладке формулы создать из выделенного имеется ввиду создать имена из выделенного фрагмента смотрите что я делаю я выделяю всю таблицу стою на любую ячейку сочетание control A выделяет всю таблицу это сочетание от английского слова all выделить все all все вот control A выделяет всю таблицу видно масштаб поменьше делаю давайте посмотрим относительно выделения где располагаются заголовки столбцов а это будущие имена диапазонов будущие имена находятся в верхней ячейке указанного диапазона верхняя строка можно так сказать это имена диапазонов мы видим что имена сверху что нам на это скажет excel захожу в команду создать из выделенного и требуется уточнить где имена в строке выше или ниже столбцы слева или справа тут excel нам почему-то выбрал два флажка мол типа имена строки выше именно столбцы слева какая-то непонятка возникла а смотрите у нас в выделение попали еще и пустые ячейки они нам помешаются да они нам не дают корректно имена присвоить а еще эти пустые будут в выпадающем списке помните да я показывал вариант когда в источнике пустая ячейка она также отображается в выпадающем списке так что по хорошему надо выделять не всю таблицу а выделять только заполненные ячейки это что же так вот с контрлом сидеть и выделять каждый столбец в отдельности а потом именовать все-таки не зря рабочий день восьмичасовой да нет вот мне уже восьмое число вечера не хочется этим заниматься я все-таки выделил всю таблицу полностью и воспользуюсь знакомой нам уже кнопочкой F5 F5 открывается окно переход далее выделить и уточняю что выделить заполненные ячейки так здесь такого варианта нет но называется немножко иначе выделить константы константы ячейки с какими-то постоянными значениями ну это фактически есть заполненные ячейки делаю окей происходит перевыделение и вуаля выделяются только ячейки содержащие себе значения пустые у нас все исключаются ну так-то лучше попытка номер два захожу опять в команду создать из выделенного и только один флажок Excel предлагает сформировать именованные диапазоны задействовав ячейки верхней строки в строке выше находятся имена так и есть верхняя строчка будущие имена диапазонов окей все имена созданы а как в этом убедиться никакого сообщения на экране не появилась надо на закладке формулы зайти в диспетчеры имен в диспетчере имен хранятся все имена текущей книги имя может использоваться в пределах книги вот они все сформированные имена Audi Cadillac Ford и так далее далее мы видим сейчас окошко пошли сделаем мы видим каким ячейкам присвоены имена вот Audi у нас ячейки А10 А21 не обращать внимания на надпись DSL это название листа вот они А10 А21 Cadillac это у нас ячейки B10 B14 вот они ячейки ну и так далее можно не перепроверять на самом деле Excel врать не будет все сделано нам верно ну что имена у нас появились обратите внимание на одно из имен Land Rover почему-то Land нижнее подчеркивание Rover хотя у меня в ячейке написано Land пробел Rover да вот если не видно сейчас крупнее сделаем пробел а тут подчеркивание нижнее дело в том что в именах нельзя использовать пробелы пробелы запрещены Excel об этом знает и автоматически при создании имен все пробелы заменяет на нижнее подчеркивание также имя должно начинаться с буквы можно использовать буквы и цифры но первый знак обязательно буква так что скажем ячейку там K1 мы сможем назвать 1K нет так имена я сделал давайте посмотрим на нашу логическую цепочку она восстановилась да у нас есть текст ячейка B1 содержит в себе текстовое значение у нас есть возможность сделать ссылку на одноименный диапазон а у нас теперь есть ячейки которые именуются Fort кстати обратите внимание вверху слева пишется имя диапазона для его выделения и у нас есть возможность получить содержимое этого диапазона для создания выпадающего списка все это сделает нам функция DWSL а значит встав на ячейку B2 я захожу в данные проверка данных в типе данных выбираю список и в источнике печатаю равно DWSL и открыв скобочку указываю ячейку с текстом нам нужно оттолкнуться от текста ячейка B1 закрываю скобку так окей смотрим появился второй выпадающий список да перечень моделей марки Fort если мы марку поменяем давайте проверим скажем выберем Nissan у нас будет перечень моделей марки Nissan с остальными также будет работать как вы думаете будет ли работать выпадающий список с маркой Land Rover какие варианты да совершенно верно Александр Андрей Мария вы правильно ответили не будет работать выпадающий список почему потому что у нас в выпадающем списке Land нижнее подчеркивание Rover а имя если вы помните было через Land пробел Rover говорился а здесь у нас Land нижнее подчеркивание Rover то есть ничего общего между названиями нет соответственно щелк-щелк-щелк а список у нас не открывается что же делать надо в шапке таблицы все пробелы заменить на нижнее подчеркивание сделать это можно с помощью команды найти и заменить на главной закладке находится у нас бинокль найти и выделить дальше соответственно найти и заменить ну либо можно руками поправить в одной ячейке благо ячейка всего одна у нас поэтому сам беру и исправляю нижнее подчеркивание теперь надо обновить первый список заново выбрать Land Rover и второй список у нас заработает все теперь можно значение выбирать так что вот этот нюанс учитывайте пробелы в временах запрещены ну и с помощью DWSL уже можно создать сколько угодно таких выпадающих списков если там у нас 64 если а грубо говоря 60 с лишним зависимости мы могли бы через если сформировать а то здесь зависимости можно сделать сколько угодно вот у нас тут 10-20 марок 100 марок ну пока столбцы там не кончатся у нас в пределах листа столько мы могли значения ввести ну в пределах листа 16 тысяч с лишним столбцов так что есть чем заняться те возможности что мы с вами сейчас рассмотрели они относятся к уровням Excel уровень 2 и уровень 3 в нашем центре специалистов вот хороший вопрос у нас поступил от Андрея смотрите действительно если я выбираю марку скажем Ford модель условно Focus то все работает прекрасно замечательно если я потом поменяю марку был Ford стал скажем Jaguar то у нас получается Jaguar Focus да такой машины нет а список ничего нам об этом не говорит Excel не отслеживает в данном случае взаимосвязь одного списка с другим в плане того что существует ли такое наименование или нет как вариант это можно решить с помощью условного форматирования есть в Excel такой инструмент который может оформить ячейку или ячейки на основе неких правил формул и условий можно сделать например так что ячейка B2 будет выделяться красным цветом если модель марки не соответствует и может выделяться цветом зеленым наоборот если модель марки соответствует то есть это будет проходить в авторежиме а не так как я это сейчас сам заливаю это делается условным форматированием написанием определенных функций условного форматирования вот кстати если кому это интересно то можете прийти на Excel третий уровень и как раз об этом идет разговор на данном тренинге можно ли ДВСУ привязать к столбцам сводной таблицы ну из столбцов сводной таблицы мы можем всегда получить данные с помощью функции получить данные сводной таблицы она собственно так и называется поэтому если мы с помощью этой функции вытягиваем данные куда-то во внешний диапазон то да можно с этими данными сводной таблицы работать вот в подложении Андрей спрашивает можно ли чтобы значение модели сбрасывалось теоретически да это уже программированием то есть можно написать макрос который при несоответствии модели марки будет просто ячейку обнулять стандартными средствами не получится функции не вмешиваются в наши данные и самостоятельно чего-либо не удаляют или белый шрифт а это наверное на счет красного цвета да я так понял да или красный цвет или соответственно белый шрифт пользователь выбирает выбирает а ничего нет и впадает в ступор как же так я выбрал ячейки пусто ну да ну вот либо условно форматирование либо элементами программирования тогда можно это решить так ну что у нас по презентации по темам значит зависимые списки мы сами посмотрели с помощью функции если и функции dvsl можно еще создать списки с помощью элементов управления давайте посмотрим что это за элементы управления это уже тематика которая относится к уровню excel 5 это программирование как раз макросов на языке visual basic на ленте присутствует вкладочка разработчик команды этой закладки связаны как раз с макросами с формами и множеством других интересных команд кстати возможно что в вашем интерфейсе этой вкладки нет она нестандартная по умолчанию отсутствует чтобы активировать достаточно по ленте в любом месте где попало кликнуть правой мышью выбрать команду настройка ленты и в диалогом окошке справа с помощью флажков можно решить какие вкладки на ленте будут какие нет вот всегда как раз нет флажка напротив вкладки разработчик если у кого нет отсутствует поставьте галочку ок и закладка у нас на ленте появляется на разработчике есть команда вставить далее здесь два набора элементов управления есть элементы управления формы есть элементы ActiveX а некоторые элементы присутствуют как в первой группе так и во второй скажем вот здесь я вижу флажок здесь вижу флажок здесь у нас есть счетчик и здесь у нас есть счетчик в чем разница между этими элементами элементы из первой группы группы формы обладают простыми функциональными возможностями но в то же время у них и простая настройка достаточно сделать ссылку на ячейку или ячейки и элемент уже будет работать элементы из старой группы ActiveX обладают большим функционалом но и более сложной настройкой то есть либо надо много всевозможных галочек включить чтобы заставить элемент работать либо дойти уже до самого программирования и на языке Visual Basic написать макрос который заставит элемент работать ну а в общем плане эти элементы используются в тех случаях когда мы разрабатываем какую-то электронную форму и в дальнейшем с помощью формы будем собирать информацию с пользователей и ее как-то агрегировать и анализировать ну наверняка всем приходилось формы электронные заполнять на всевозможных сайтах делаем какой-нибудь заказ бронируем поездку в отпуск всегда электронные формы мы используем для заполнения ну такие же электронные формы можно создавать и в рамках программы Excel ну кстати и в других приложениях пакетов тоже присутствуют формы если Word взять такие же элементы есть и там вот я сейчас из элементов управления формой то есть из первой группы выберу элемент под названием поле со списком далее курсор у меня превращается в перекрестье зажав левую кнопку я рисую элемент ну как обычно автофигуру да получается вставляю да похожий элемент вы сами видели ячейка с выпадающим списком вот можно нажать пока список у нас пустой ничего в нем не отображается нужно его настроить достаточно по элементу кликнуть правой мышью команда формат объекта и далее произвести настройки формировать список по диапазону на основе чего у нас будет список сформирован на основе вот этих ячеек А1 А13 связь с ячейкой здесь нужно кликнуть полевой пустой ячейки в этой ячейке будет выводиться некая информация какая сейчас увидим количество строк списка 8 вот когда мы использовали стандартные выпадающие списки сделанные через проверку данных у нас в списке отображалось не более 8 элементов если их реально было больше то появлялось поле с полосой прокрутки здесь мы можем соответственно отрегулировать это количество у меня максимум 13 товаров в перечне соответственно сделаю количество строк 13 объемное затенение это уже такой эффект внешнего оформления не особо нам интересный окей нажимаю на стрелочку открывается выпадающий список и вижу все 13 товаров давайте выберем баклажаны в ячейке с которой мы устанавливали связь загорелась цифра 3 что такое 3 3 баклажана кто-то купил 3 килограмма или они по 3 рубля а это не что иное как позиция выбранного товара в общем списке баклажан у нас идет третьим по счету третья позиция то есть в дальнейшем при выборе этого значения можно из таблицы с помощью некой функции индекс подтянуть данные скажем человек выбирает баклажан позиция номер 3 и скажем в третьей строчке другого столбца может быть представлена цена и соответственно будет сразу в ячейке отображаться цена баклажанов там столько-то рублей вот это делается с помощью функции индекс могу примерчик показать там условно задействую функцию случай между случайно у нас будут цены товаров нижняя граница пусть 80 рублей верхняя граница 250 рублей баклажан у нас оказались по 215 то есть случайным образом Excel сгенерил число в диапазоне от 80 до 250 присвоив именно такой ценник баклажан ну давайте представим что дальше для каких-то вычислений требуется знание о том сколько стоит баклажан там 1 или за килограмм вот она функция индекс то есть я в этой функции указываю что из массива вот этого массива ячеек ячеек с ценами надо вернуть значение находящееся на пересечении номера строки а строка у меня номер 3 позиция баклажана в общем списке и номера столбца первого относительно выделения которое я сделал B1 B13 меня интересует столбец номер 1 он первый и единственный кстати в нашем массиве столбец номер 1 то есть на пересечении этого столбца и третьей строки результат функции индекс а88 функция случ между обновляет данные при каждом каком-либо событии внутри файла мы что-то где-то пишем удаляем значение постоянно меняется так что баклажаны были по 215 теперь по 88 как цены падают давайте мы эти цены зафиксируем ну теперь если я выберу другой товар скажем капуста капуста у нас под номером 6 шестая соответственно позиция цена капусты 90 проверяем капусту да по 90 вот то есть дальше вы можете с помощью функции индекс делать какие-то выборки данных из таблицы и использовать их вычислениях так что преимущество такого падающего списка в том что мы можем регулировать количество отображаемых элементов не 8 как в стандартных списках а больше ну соответственно пользователю не придется полосой прокрутки пользоваться дабы список гонять вверх-вниз ну и тут же нам этот элемент возвращает номер позиции выбранного товара выбранной фамилии чего-либо для последующих вычислений это будет очень полезно есть еще другой элемент из группы ActiveX тоже называется поле со списком давайте этот элемент также я выберу нарисую так сразу что бросается в глаза элемент немножко отличается внешним видом да то есть можно сразу понять где у нас элемент ActiveX где у нас элемент из группы формы а еще обратите внимание что на закладке разработчик сразу загорелась команда режим конструктора пока включен режим конструктора мы не можем пользоваться этим выпадающим списком этот режим используется для программирования элемента ActiveX я сейчас не буду никакой макрос писать и привязывать его к этому элементу я зайду в стандартные настройки элемента в команду свойства на закладке разработчик вот они свойства здесь много всяких команд что мы можем настроить внешний вид этого элемента управления там фон внутри элемента управления линию которая будет обрамлять то есть тип линии толщину линии многое-многое другое надо этот элемент сделать активным заставить его работать для этого используются вот эти настроечки list fill range и linked cell list fill range это соответственно тот диапазон ячеек на основе которых формируется выпадающий список на основе каких ячеек мы делаем список а1 а13 вот я заношу сюда здесь можно только вписать руками а1 двоеточие двоеточие а13 linked cell в какую ячейку будет выводиться информация о выборе сделанном через выпадающий список ну то есть это что-то типа как связи вот здесь мы делали в предыдущем примере ну пусть это будет вот эта ячейка пусть это будет эта ячейка соответственно у нас ячейка j7 опять же пишу руками j7 и вот еще настройка list rows какое количество строк мы будем видеть в выпадающий список либо опять стандартно 8 либо можно сделать 13 пусть будет 13 все закрываю окно свойств выключаю режим конструктора то есть я закончил формировать элемент все настройки нужны мне сделал выключаю кнопка погасла теперь можно воспользоваться раскрываю выпадающий список да вот они 13 товаров выбираю скажем бананы и в качестве ответа я получаю название товара не его позицию как мы видели в предыдущем примере а название выбранного товара ну то есть соответственно также можно потом по этому названию сделать какие-то формулы последующие выборки данных из какое преимущество этого элемента управления над предыдущим в том что если у нас огромный выпадающий список это не 13 товаров это сотни тысячи каких-то позиций то здесь работает поиск по вводимым значениям предположим я начинаю писать название товара на букву м сразу предлагается манго а может мне не манго надо что-то другое ставлю букву о морковь ну вот мне как раз морковь и нужна была все нажал enter зафиксировал то есть вот выбрал выбрал морковь что-то другое понадобилось убираем на а у нас может быть абрикос а может быть нет н ананас ну вот соответственно возможен такой поиск по первым введенным буквам можно ли в вебае использовать оба вида объектов да возможно так ну что вот был небольшой экскурс в тему создания выпадающих списков мы с вами прошли все пункты нашего вебинара всю эту информацию и многое другое более подробно на большем количестве примеров вы можете узнать в нашем центре на курсах посвященных эксель эксель второй эксель третий эксель пятый уровня всех благодарю за внимание надеюсь что информация была вам полезна пригодится